Здравствуйте! С вами миссионер Сергей Комаров, и мы беседуем на темы из апостольских посланий. Одной из главных добродетелей христианской жизни является молитва. Молитва – это дыхание человеческого духа. Есть молитва – живет наш дух. Нет молитвы – духовная жизнь замирает. Молитву можно назвать барометром духовной жизни. Как часто нужно молиться? У апостола Павла в первом послании к фессалоникийцам читаем «непрестанно молитесь». Идею непрекращающейся молитвы апостол утверждает и в других своих посланиях. Цитирую, «Будьте в молитве постоянны, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Всякой молитву и прошением молитесь во всякое время духом. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Что же означает «непрестанно молитесь»? Разве это возможно? Ведь человек не способен круглосуточно стоять перед иконами с молитвословом в руках или молиться в храме днем и ночью. У каждого есть какие-то дела, работа, обязанности. Прежде всего, давайте попытаемся понять, что такое молитва. «Существо молитвы есть ума и сердце, возношение к Богу», пишет святитель Феофан Затворник. Другое его определение. «Молитва есть умное в сердце Богу предстояние с благоговейнством и болезненное к нему преподание». Или еще так. «Сама молитва есть возникновение в сердце нашим одного за другим благоговейных чувств к Богу. Чувство самоуничижения, преданности, благодарения, славословия, прошения, сокрушения, покорности воли Божьей, усердного преподания и прочее». Получается, молитва есть наш внутренний разговор с Богом. И этот разговор не требует какого-то особого места и времени. Да, мы привычно считаем, что молиться – это значит стоять перед иконами, читать по молитвослову, креститься и класть поклоны, или же участвовать в храмовом богослужении. Но все это скорее формы молитвы. Эти формы являются традиционными, церковь использует их всегда. Но вот что пишет святитель Феофан. «Не всякое совершение молитвы или молитвословие есть молитва. Стать перед иконой в церкви или дома и класть поклоны – не есть еще молитва, а только принадлежность молитвы. Читать молитвы на память или по книжке, или слушать читающего их – опять не молитва, а только орудие молитвы или способ обнаружения и возбуждения ее». Итак, молитва, хоть и может иметь внешние формы, но по сути является деланием сердца и ума. Возможно ли при обычных мирских занятиях сохранять это состояние? Возможно. Святые отцы оставили нам советы, как научиться непрестанной молитве. Святитель Феофан Затворник говорит, что для достижения непрестанной молитвы необходимо в продолжении всего дня как можно чаще взывать ко Господу краткими словами, смотря по нужде души и текущим делам. Краткие молитвенные воззвания мы можем найти в Евангелии. Например, в истории хождения по воде апостола Петра. Он было пошел по воде навстречу Христу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал «Господи, спаси меня». Понятно, что в такой ситуации Петр не имел возможности творить длинных молитв. Его молитва была краткой, как воплю утопающего. Также можно вспомнить и молитву мытаря «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Или слова прокаженного «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Или крик слепца «Сын Давидов, помилуй меня». Обычай творить молитву в форме подобных кратких призываний через определенные промежутки времени восходит к первым подвижникам египетского монашества. Блаженный Августин, живший в IV-V веках, сообщает. Говорят, что братья в Египте совершают определенные молитвы, часто повторяемые, исключительно краткие, которые запускаются быстро, как копья, дабы за время слишком длительное не исчезало и не притуплялось то бдительное внимание, которое необходимо молящемуся. Об этих молитвах, подобных ударом копья, говорит и христианский писатель IV века Евагрий Понтийский. Такие молитвы должны совершаться часто, непрерывно и непрестанно, и вместе с тем должны быть сжатыми и краткими, писал он. В 97-й главе своего труда «Слово о молитве», в которой упоминаются искушения, исходящие от бесов, он предлагает в качестве молитвы произносить стих псалма «Не убоюся зла, якуты со мною еси». Далее Евагрий советует употреблять и тому подобные стихи, то есть выбирать из псалтири понравившиеся стихи и делать их своей личной молитвой. Современник Евагрия Понтийского, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, получил от своих египетских учителей на путствие читать 2 стих 69-го псалма, как молитвенное призывание во всех жизненных обстоятельствах. «Боже, в помощь мою ванми, Господи, помощи ми подщися». Есть много других примеров, где святые отцы советуют прибегать к словам Писания для молитвы. При всем разнообразии этих кратких молитвенных фраз им присущ общий дух. Все вместе они образуют сердечный вопль к Богу о помощи. Приведем еще примеры молитвенных воззваний, которые в древности использовали отцы. «Боже, милостив буди мне грешному, Господи, помилуй меня, Господи, помоги мне, Сыне Божий, помоги мне, Сыне Божий, помилуй мя, Господи, избави мя от лукавого, просвети мою тьму, Господи, истина моя, спаси мя». Древняя эфиовская традиция придала непрестанной молитве особую форму, которая самым простым образом соединяет две вещи – мольбу и благодарение. Схерхимандрит Гавриил Бунге приводит фрагмент из древнеэфиовских рукописей. «Авва Павел, киновит, сказал, когда ты пребываешь среди братьев, работай, медленно подымай глаза к небу и говори Господу из глубины сердца, Иисусе, помилуй мя, Иисусе, помоги мне, благословен ты, Бог мой». Со временем из практики таких воззваний выкристаллизовалась формула «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», которую мы сегодня называем Иисусовой молитвой. Самый распространенный вариант в русской традиции – «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Иисусова молитва напоминает новозаветное свидетельство о том, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Святые отцы позднее придали особое значение Иисусовой молитве, по сути, своим непрестанным призыванием молящийся ставить себя в ряды участников евангельских событий – слепых, паралитиков, прокаженных, которые просили Иисуса о помощи и получали их. В этой молитве есть исповедание Иисуса Христом, то есть Мессией, исповедание Его Господом и Сыном Божьим. Здесь звучит признание себя грешником и обычная для Евангелия просьба «помилуй мя». Мы можем сказать, что Иисусова молитва – это сокращенное Евангелие. Вот в таких маленьких молитвенных призываниях, которые без труда и при любых обстоятельствах каждый может читать про себя, святые отцы находили путь к примирению качества и количества в молитве, то есть путь для того, чтобы молиться всегда, непрестанно, без привязки к храму или домашнему молитвенному углу. Вспомним и 24 молитвы святителя Иоанна Златоуста по числу часов дня и ночи. Их мы находим в вечернем молитвенном правиле. Мы не знаем в точности, для какого именно использования написал святитель эти молитвы, но можно предполагать, что для непрерывного произнесения каждой молитвы на протяжении часа «Господи, не лиши меня небесных Твоих благ! Господи, избавь мя вечных мук! Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреши их, прости мя! Господи, избавь мя всякого неведения и забвения и малодушия камененного нечувствия! Господи, избавь мя от всякого искушения!» и так далее, и так далее. Итак, в первые века христианства многие христиане спасались краткими молитвами. Особенно они были удобны для неграмотных. Человек легко мог выучить несколько кратких молитв на слух и читать их непрерывно всю жизнь. Согласитесь, и в наше время такие молитвы могут помочь нам. В суете больших городов такая практика остается очень хорошим средством помнить о Боге всегда и обращаться к Нему как можно чаще. В следующем выпуске мы поговорим о других святоотеческих советах, которые могут нам помочь исполнять заповедь апостола Павла. Непрестанно молитесь! До свидания! С вами был миссионер Сергей Комаров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok